Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Горловка. Сегодня» в студии Анна Ершова. Сегодня выпуски. Урок начальной военной подготовки в учебно-воспитательном комплексе ОША номер 47 многопрофильный лицей «Старт». Процесс восстановительных работ частным предприятием Евроархитектура. Начало сезона активности клещей. Сегодня в учебно-воспитательном комплексе ОША номер 47 многопрофильный лицей «Старт» состоялся урок начальной военной подготовки. Корреспондент нашего телеканала Яна Романова побывала на месте событий и приняла участие в учебном процессе. Сегодня в 47-й школе прошло мероприятие, посвященное военно-патриотическому воспитанию старшеклассников. В нем приняли участие ученики 9-11 классов 25-й и 47-й школы. Организаторами выступили Управление образования, Военный комиссариат города и городская администрация в лице Татьяны Демченко, которая поделилась с нашим каналом своим видением дальнейшей работы в этом направлении. Сегодня это первое мероприятие, такое пробное. Конечно, планируем. Тем более, мы встречались с Мариной Анашиной, она была, присутствовала. Она только за. Ей понравилась наша идея. Мы думали провести только одно мероприятие, по крайней мере, планировали. Но после беседы с ней мы решили провести мероприятие в других школах. Тем более, что сейчас дети, ну, им уделяется не так много внимания, обстановка уж сложилась так. И мальчишки, ну, вы сами видели, с какой радостью. Они собирали, разбирали автоматы, меряли костюмы. Вот сейчас будут метать гранаты, потом пойдут в тир. Вообще, вот в настоящее время, очень тяжелое время, у нас в то время, когда история вся передергивается, военно-патриотическое воспитание, оно имеет особое значение. Тем более, для детей нашего поколения, прошедших войну. Вот дети должны почувствовать себя, что они не забыты. Что, несмотря на то, что война забрала у них детство, разрушила их детство, изуродовала их детство. Что дети нужны, что они нужны государству, они нужны нам. Дети требуют внимания, и мы должны им дать. И в первую очередь, уделить внимание, еще раз повторю, военно-патриотическому воспитанию детей. Уже очень мало уделялось внимания этому в последнее время. Программа открытого урока была достаточно обширная. Учащиеся собирали и разбирали автомат Калашникова. Также ребята примерили ОЗК – комплект, защищающий от отравляющих веществ, биологических средств и радиационной пыли. Директор Горловского центра технического творчества Руслан Баталин отметил высокую подготовку учащихся и рассказал об актуальности военно-патриотического воспитания. Сегодняшнее наше мероприятие – это открытый урок о допризывной подготовке. Военно-патриотическое воспитание всегда было актуально в нашем городе. Мы уже конкретно в станции иных техниках, управление образованием в рамках серьезных консолидирующих мероприятий занимаемся уже давно. Но в связи с последними событиями это мероприятие еще стало более актуальным, более важным. То есть то, что мы видим сегодня, в принципе, это та же программа, которая проходит на базах школ. Единственное, из-за сложности в инвентаре, то есть не каждая школа располагает возможностью провести сборку-разборку автомата Калашникова, это дорогие макеты, мы решили провести эту работу по округам. То есть консолидировать несколько учебных заведений в одном месте и использовать то оборудование, которое есть. Это же оборудование специализированное, это же не боевые автоматы, которые сегодня разбирают, собирают наши ребята. Это те макеты, которые являются, соответствуют требованиям. Ребятам это направление нравится. Будем мы это вводить в традицию, будем этим заниматься. Активно эту идею поддержал у нас и Народный совет в лице Демченко Татьяны Трофимовны. Управление образования совместно с военкоматом, сегодня мы слышали, выступал представитель военкомата. То есть общими усилиями, думаю, что мы сделаем многое. Также был проведен краткий ознакомительный курс по оказанию доврачебной медицинской помощи, которую провела медсестра ТМО «Семья и здоровье» Виктория Овчарова. Мероприятие и занятие по гражданской обороне, где мы рассказали и показали детям и подросткам азы оказания неотложной помощи в экстренной ситуации. В наше время это очень важно, чтобы дети знали, как оказать первую медицинскую помощь, как использовать подручные средства в оказании этой помощи. Потому что вовремя оказанная помощь может спасти жизнь им и их членам семьи. В Тире на базе 47-й школы ребята, как парни, так и девушки соревновались в меткости. Кроме того, меткости и силу броска можно было проверить в метании учебных гранат. Ребята считают подобные мероприятия не только интересными, но и необходимыми. «Я думаю, важно, чтобы они тоже могли научиться, может себя защищать, если нет мужчин рядом. Например, как и раньше было во Второй мировой, девушки все оставались в селе одни, мужчин уже не было. И они тоже должны себя защищать». «Такие мероприятия, я считаю, очень нужны молодым людям, так как наша молодежь должна развиваться и не сидеть дома, не играть в компьютеры, а заниматься спортом, заниматься военным искусством, уметь разбирать автоматы. Особенно молодые парни должны уметь разбирать автоматы, заниматься на турнике, заниматься спортом, метать гранаты. Директор ОШ-47 Виктория Харчевина отметила положительное влияние подобных мероприятий на подрастающее поколение. «Управление образования нашего города объявило акцию под названием «Моя маленькая победа». Акция посвящается 70-летию Великой Победы 1941-1945 года. Сегодня совместно с военным комиссариатом, родителями, учителями и учащимися школ 47 и 25 проводится военно-патриотическое мероприятие. Военно-патриотическое направление было всегда одним из главных направлений воспитания подрастающего поколения. А сегодня это особенно актуально. Давайте будем достойны памяти героя Великой Отечественной войны 1941-1945 года и сегодняшних дней». Уроки начальной военной подготовки давно уже не пережиток советского прошлого, а жизненная необходимость, особенно когда дело касается наших детей. Яна Романова, Денис Суринов. Специально для «Горловка. Сегодня». В нашем городе продолжаются восстановительные работы. Съемочная группа «Горловки. Сегодня» посетила кожно-венерологический диспансер, который ранее пострадал от обстрелов. Все подробности у Алены Демченко. Мы находимся возле кожно-венерологического диспансера нашего города. Ранее наша съемочная группа уже снимала сюжет о повреждениях этого медицинского учреждения во время артобстрелов. Сегодня мы посетили его снова, чтобы посмотреть результаты ремонтных работ. Более подробно о восстановлении нам рассказал главврач Хомяков Сергей Юрьевич. Во время боевых действий диспансер получил серьезные повреждения. То есть была разрушена крыша, разрушена 400 квадратных метров. Затем были выбиты все оконные стекла, где-то 96 оконных рам, что составляет 280 квадратных метров. Поврежден, то есть не поврежден, а практически разрушен еврозабор длиной 20 метров. В восстановительных работах большую помощь нам оказал отдел строительства и центр восстановительных работ города Донецка. Второе. По поводу остекления, как говорится, стопроцентную помощь оказал эта фирма «Евроархитектура» во главе с ее директором Коваленко Еленой Владимировной. Значит, работают пять человек. Если говорить по меркам Советского Союза, то это просто ударный коммунистический труд. Хотя по сути оно так и есть. Потому что все работают только на энтузиазме. Быстро, сжатые сроки сделана очень серьезная работа. Во-первых, и реставрация рам, и резкость стекла. Хотя стекло нестандартное. 3,10 на 2,40. То есть его надо, как оно стоит, его надо вначале разрезать, потом занести, а потом только уже вырезать. Вообще большая благодарность за это. Кожновый нейрологический диспансер не единичный случай. Честное предприятие «Евроархитектура» оказывало помощь в восстановлении не одному объекту инфраструктуры. Во время боевых действий и сейчас активно продолжает функционировать и помогать нашему городу. Более подробно о деятельности предприятия нам расскажет директор Елена Коваленко. Честное предприятие «Евроархитектура» принимает активное участие в выполнении ремонтно-строительных работ разрушенных объектов. Как вы знаете, в конце 2014 года с целью координации деятельности и организации работы по восстановлению разрушенных объектов был создан Центр управления восстановлением Донецкой Народной Республики. Центр, выполняя свое функциональное назначение, заключает договоры с подрядными организациями, одной из которых является частное предприятие «Евроархитектура». Согласно утвержденному порядку, заключаются договоры на выполнение ремонтно-строительных работ с использованием материалов, предоставленных по линии гуманитарного груза. Таким образом, нашим предприятиям в городе было отремонтировано около 10 объектов. С сентября 2014 года нашим предприятиям были восстановлены следующие объекты. Это общеобразовательные школы первых и третьих ступеней номер 55, номер 85 и номер 22 в городе Горловка, здание и сооружение наркодиспансера, вечерняя средняя школа номер 1. Кроме того, частично выполнены восстановительные работы на таких объектах, как гимназия «Интеллект», а также городской больнице номер 2 и некоторых объектов жилого фонда. Кроме того, на днях были окончены восстановительные работы в общеобразовательной школе номер 49 в Калиновке. На сегодняшний день ведутся работы по восстановлению общеобразовательной школы номер 12 в городе Горловке, а также республиканский кожвен-диспансер. Кроме того, частное предприятие «Евроархитектура» оказывается действием горожанам, которые в частном порядке обращаются с проблемами по восстановлению разрушенных жилых помещений. Мы обеспечиваем лояльный подход к каждой сложившейся ситуации, гарантируя низкие цены и качество выполняемых работ. В заключении мне хотелось бы призвать всех неравнодушных горожан нашего города не оставаться равнодушными к сложившейся ситуации, оказывать любое содействие и поддержку в проведении восстановительных работ разрушенных объектов. Это будет являться залогом успеха в построении молодой, процветающей республики. Конечно, в нашем городе еще много зданий, которые нуждаются в восстановлении, но радует тот факт, что этот процесс уже запущен и город постепенно возвращается к мирной жизни. Алена Демченко, Роман Шевченко, телеканал «Горловка. Сегодня». Сезон активности клещей в этом году начался довольно рано. Уже сейчас в лесах и парках республики появляются клещи, которые живут и в городе. Эти насекомые могут быть переносчиками ряда заболеваний, опасных как для четвероногих питомцев, так и для их владельцев. Как бороться с опасными насекомыми и уберечь свое здоровье, знает Яна Романова. И даже не выходит на улицу. Два раза в день ему ставят капельницу и уколы. Всему виной пероплазмоз. В народе это заболевание известно как клещ. Ветеринарный врач Татьяна Савченко рассказала нам, как лечиться и почему важно вовремя обратиться к специалисту. Пероплазмоз – это инвазионное заболевание, сезонное инвазионное заболевание, которое переносится эксодовыми клещами при нападении на животных, то есть на собак, кошек. И при укусе клещом животных переносятся простейшие, которые попадают в организм и вызывают заболевание пероплазмоз. Обострение происходит в весенние-осенние периоды, но отмечены случаи даже нападения клеща в феврале, даже зимой. Больше всего находятся они в траве, в листьях, и достаточно дуновения ветра, и клещ таким образом присасывается к животному. Излюбленные места для укусов животных – это голова, область головы, уши, передние конечности. Первые симптомы заболевания – это прежде всего отказ от пищи, повышается температура 40-41 градус. Вторичные признаки – это уже идет изменение цвета мочи. Мочи становятся от бурого цвета до кровянистого цвета. И появляется потом уже желтушность слизистых оболочек, то есть оболочек глаз, ротовой полости. Инкубационный период начинается от двух дней до 21 дня. В этот период нужно обязательно обратить на состояние животного. Если уже идет отказ от пищи после прогулочки, то уже надо обратить внимание. Существует очень много сейчас современных средств в виде капель, ошейников, в виде аэрозолей всевозможных. И эти средства, пожалуйста, каждый месяц, желательно в течение, начиная с весны и до поздней осени, каждый месяц животное обрабатывать. Не допускать. Ну, естественно, если уже обратили внимание, что что-то случилось, сразу обязательно позвонить, проконсультироваться с ветврачом и уже вместе решать проблему. Но лучше всего не допускать. Наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова